Библейский портал экзегет.ру представляет Псалом 70-й. Это плач старика, который, несмотря на невзгоды, болезни и преследования, молится Богу о продолжении жизни. Стиль этой поэмы почти такой же, как и в других псалмах такого рода. О других псалмах вы можете узнать из других наших лекций, которые записываются с помощью сотрудников портала экзегет.ру в Срединской духовной семинарии. Псалом 70-й. Он повторяет не только идеи, но и почти целые фрагменты, фразы, выражения из предшествующих псалмов. Например, начало 70-го псалма взято из 30-го, заключение из 34-го, середина из 69-го. Выражение из 39-го псалма то здесь, то там повторяется в 70-м. Некоторые исследователи говорят о том, что Псалом 21-й постоянно пересказывается на протяжении 70-го псалма, как и другие. Создаётся такое впечатление, что составитель этого плача, он словно вводит в свой разговор о своих страданиях, проблемах души и в молитву. Фразы из предшествующих псалмов, какие-то короткие тезисы, а завершает уже своим собственным эпилогом. То есть он как бы задаёт тон какому-то стиху на основании предшествующих псалмов, но эту тему развивает в другую сторону, даёт ей некое иное завершение. То есть это какие-то даже не вариации на тему, а скорее это переложение с другим конечным итоговым смыслом предшествующих псалмов. Эти отголоски, звучание древних текстов на страницах 70-го псалма не означают, что перед нами примитивная компиляция, плагиат. У 70-го псалма свой собственный, особенный вкус. Мы здесь слышим молитвы и благодарность от человека, который воспитывался в вере с младенчества. Наступила старость, силы стали покидать, но вера не оставила. Такова зрелая духовность, которая, будучи проверенной десятилетиями, черпает силу из языка и традиции, спромировавшей его мышление на протяжении жизни. 70-й псалом открывается обращением к Богу, который с юности является для псалмопевца надеждой и упованием. Затем он передает свои опасения, что силы его оставят, что уже враги стали шептаться, что Бог оставил его. Псалмопевец просит источника жизни «не удаляйся» и обещает каждый день возвещать о его благодеяниях. Псалм заканчивается размышлением о юности, многих прожитых бедах и возвышениях и надеждой на будущее. Первые три стиха псалма являются почти точной цитатой из 30-го псалма. Основное различие заключается в 3-м стихе. По 30-му псалму речь идет о каменной твердыне, а по 70-му Бог называется твердым прибежищем. Но и там, и здесь речь идет о доме или убежище, где можно спрятаться от неприятеля, диких зверей или непогоды. Начиная с 3-го стиха, в псалме повторяется слово «всегда» в разных вариациях. Всегда, постоянно, каждый день. В 5-х, 6-х стихах пересказываются мысли из 21-го псалма. И это не слепое копирование, но пересказ в новом контексте. В 70-м псалме псалмопевец мысленно возвращается в свое прошлое. Юность и детство, рождение на свет. Еврейское выражение, переведенное на русский, как «из чрева матери моей ты меня извел», ссылается на очень редкий глагол «разрезать». В этом случае псалмопевец близок к произнесению слов «буквально ты перерезал мне пуповину». То есть, для автора псалма не было времени, когда Бога для него не было. От утробы матери, то есть здесь мы между строк слышим идею, что в утробе матери он уже чувствовал Божие присутствие, и это вызывало в нем чувство благодарности. Наступила старость, посидели волосы, но он по-прежнему верит, что что-то еще все же сможет предложить Богу, по крайней мере, словословие уст. Слово «дива», о котором речь идет в седьмом стихе, это не чудо, не сверхъестественное явление, но, напротив, некий дурной знак, признаменование, устрашающее предупреждение. Обычный такой знак указывает на что-то необычное и поразительное, что требует объяснения. Такими знаками были для египетского фараона казни, которые в 104-м псалме переведены на русский как чудеса. Богооставленность, лишение здоровья и духовного утешения. Вот что могло быть знаком на лице псалмопевца. Таким же знаком другим был лежащий во струпьях иов, который страдал не только из-за потери имущества, сыновей, здоровья, но также из-за укоризм со стороны дорогих ему людей. Те заговорщики, которые шепчутся о персоне старика, это его личные враги по 10-му стиху, мои враги. В 4-м стихе они же называются нечестивыми, беззаконниками и притеснителями. Они враждуют против него и ищут ему зла. По всей видимости, через врагов посылались ему многие и лютые беды. Наверное, ключевым в данном псалме является 11-й стих. Солидный возраст и оскудение сил, из-за которых автор псалма оказался на грани смерти, интерпретируются врагами как указание на то, что Бог его оставил. Стиль псалма предельно сдержанный. Словарный запас его состоит из слов, которые встречаются часто и в других псалмах. Здесь нет исторических деталей, но есть описание чувств и личного отношения к предостерегающим псалмопевца врагам. Он уверен, что только со временем враждующие против его души обретут заслуженный позор и презрение, которые сейчас они ему оказывают. Но он не желает им такой кары свыше, как авторы других псалмов своим врагам. Стихи 4, 12, 17 начинаются с обращения о Боже и служат основой для смыслового деления псалма на части. Примерно такие же слова мы встречаем у распятого на кресте Иисуса. «Боже, Боже мой, для чего Ты меня оставил?» В отличие от евангельского текста псалм заостряет внимание на благодарности. «Благодеянием Божиим нет числа» – 15 стих. Выражение «войду в размышления» идет в параллель со словом «воспомяну». Это значит, что на самом деле никуда псалмопевец идти не хочет и никакие подвиги уже совершать не собирается. Он будет перебирать в памяти все истории, связанные с явлением силы Божией, и благодарить за то, что Бог всегда был единственно прав. В стихах до 17-го автор псалма с высоким павосом хвалился о своей приверженности Богу от утробы матери. В 17-18 стихах он говорит о нынешнем времени и устремляется мыслью к будущему. Многое еще предстоит сделать – рассказать о силах Божьих этому роду и всем грядущим. Такое же горячее устремление возвещать в собрании верных о Божьих чудесах есть и в 21-м псалме. Здесь, как и в других местах 70-го псалма, псалом 21-й является основой для пересказа и последующих размышлений. «Доколе не возвещу силы Твоей роду сему и всем грядущим могущества Твоего». И вот это всем грядущим может означать, первое, если это отец семейства, то как отец семьи, особенно отец семейства, в котором есть и дети, и внуки, он хочет, страстно желает увидеть, чтобы не только дети, внуки, а может даже и правнуки получили хорошее образование, выросли воспитанными, женились. Вот он ждет, он очень хочет увидеть, как любимая внучка выйдет замуж и уже потом скажет себе, ну все, а теперь можно отправляться на тот свет. Хотя на самом деле люди, которые борются за жизнь, они даже, если так скажут, но через три дня скажут, нет, я хочу еще правнучек увидеть и правнучек на своих руках поносить. Итак, для отца большого семейства это желание увидеть воспитанное благородное потомство. Для руководителя предприятия, директора фирмы или хозяина, конечно, хочется увидеть плод своих трудов. Например, воспитать, к сожалению, сейчас мы живем в другом обществе, но в древности преемников воспитывали. Неоткуда-то они из космоса прилетали. Я уж боюсь сослаться на современный сатиристический фильм, обыгрывающий день выборов. И так бывает так, что начальники, они появляются из ниоткуда. Вот собрался сенедрион каких-то важных, уполномоченных лиц и отправили в какое-то святое место внешнего управляющего, которое начинает тут же свои порядки наводить. Воспитывали преемников. Министр воспитывал следующий министр. Царь воспитывал следующего царя. А руководитель предприятия, следующий руководитель предприятия. Почему? Потому что уходя с работы, и вы, если имели возможность беседовать даже пусть с недавними для нас недавно правящими руководителями советских предприятий, там, председатель совхоза, председатель швейной фабрики, то, говоря с ними, вы почувствуете, как часто вспоминает этот директор, проработавший 30 лет руководителем своего предприятия, уже 30 лет он и не работает, но все еще интересуется. А вот помню там, Маруся была уборщицей. Что с ней сейчас? Где она? Чего? Как? А вот этот работал у меня электриком. Я знаю его. Мы с ним здороваемся, до сих пор поддерживаем контакт. Да, я был директором, он электриком. Его сын теперь предприниматель, а мой сын закончил университет с красным дипломом и курьером работает. Вот как жизнь все поменяла. Вот этот старый глава предприятия, он интересуется, а в некоторых случаях даже еще и заботы проявляет, несмотря на то, что он уже там не работает. И вот такое бывает в человеке, который дорожит своим делом, который воспринимает себя на посту не как временщик, который берет от жизни все, а который, кстати, такие примеры часто встречаются в японских корпорациях, в которых род, фамилия, там, Тошиба, Митсубиши, на самом деле это фамилии, совпадают с наименованием предприятий. А сами отношения на разных уровнях это отношения производственные и семейные одновременно. Одновременно. Итак, рядовой служащий это не просто для меня рядовой служащий, а это какой-то внучатый, правнучатый племянник и отношения соответствующие. И поэтому они дорожат своим кланом, потому что мой клан, моя семья, или в советское, мой завод, это пространство спасения. В некоторых американских предприятиях и сейчас, кстати, это уже считается модным и перспективным для хорошего прогрессивного предпринимателя создавать еще при своей организации какие-то пространства для релаксации, фитнеса, спорта, детские площадки. У нас сейчас при строительстве многоэтажек вынуждают вкладчиков, которые берут в кредит, в ипотеку, новостройки, чтобы они тем самым инвестировали строительство детских домов. детских садов детских садов и школ. А в, сейчас скажу страшную вещь, а в развитых странах предприниматели, они сами это делают, потому что знают, что вопрос мотивации работника и вопрос эффективности труда, это еще вопрос долгосрочности наших отношений. А если так, то мне высококвалифицированный работник дорог его здоровье, мне дорого, есть его сыновья талантливые, и сыновья мне его дороги, и вся среда, в которой мы вместе живем, она тоже дорога. Вот можно сравнить то, как идут на хоккей вместе заокеанские, директор организации, и наш, новый русский. Представьте, заокеанского. Джон идет вместе с Биллом поиграть в хоккей, платят на равных, играют на равных. И Билл, несмотря на то, что он рядовой программист, а Джон, он почти как Билл Гейтс, может проиграть, ну, потому что спорт спортом, а деловые отношения деловые. И русский модный предприниматель тащит своего управляющего интернет-магазина, ставит его на ворота, все остальные уже топ-менеджеры. Кто-то прикинулся больным, справку взял из больницы, кто-то сказал, у меня родился третий ребенок, я прям под роддомом стою чуть ли не сам, с женой рожаю. А вот холостяк не смог увернуться. Попал, поставили на ворота. И директор фирмы получает удовольствие, шайбы загоняет. А его топ-менеджер после такого сеанса субботней терапии идет к врачу на всякий случай, посчитать те ссадины, которые он получил от шайбы и форму покупает за свой счет. Вот так вот бывает. Это, конечно, все лирика, но вот если мы говорим о том, что мог подразумевать, то в контексте библейского мышления, которое еще недавно, я скажу, даже не сто лет назад, а лет 25-30 назад еще было в ходу, если сейчас его нет, оно имеет ценность, наверное, для будущих поколений прогрессивных руководителей. Великие дела, которые сделал Бог, 19 стих, намекают на чудо исхода из Египта. Слова «Боже, кто подобен тебе», напоминают благодарственную песнь Моисея, воспетую им после перехода по дну моря, как по суше. В то время евреи избавились от водной пучины. В 22-24 стихах псалмопевец говорит о восхвалении Бога с арфой и пении с лирой. Речь идет о псалтыре и гуслях. Нет ничего удивительного, что слова «славить» и «воспевать» поэтически соединяют две части одного стиха 22-го псалма. Однако удивительно то, что «я» в первой части стиха противопоставляется здесь Святому Израилю во второй части 22-го стиха. Получается, что личные переживания псалмопевца проецируются на весь израильский народ. И напротив, весь народ в истории спасения выступает как единое целое. «Я» и «мы» словно сливаются. Словосочетание Святой Израиля чаще всего встречается у пророка Исаии. Чаще, чем на страницах других книг Библии. Псалмопевец хвалит Бога за праведность и верность в освобождении и подавлении врага. Слово «праведность» в разных словосочетаниях постоянно припоминается в данном псалме. Подавление врагов лишено чувства мстительности. «Перед нами радостная песнь избавленного от зла человека». Уста его переполняет чувство благодарности. Слово похвала встречается в стихах шестом, восьмом, двадцать четвертом. Глагол «славить» появляется в 22-м. «Воспевать» в 23-м и 22-м стихах. Глагол «радоваться» встречается в стихе 23-м. Многочисленные варианты слов, говорящие о славе, прославлении Творца. Вот каков ответ псалмопевца Богу, в руках которого жизнь и смерть. «Радость» на земле задает проекцию для понимания небесной радости апостолов, пророков, когда Бог совершит наконец суд над всеми негодяями. Некоторые люди сейчас тешат себя надеждами, что худшие времена когда-то пройдут, а на смену им придут утешения. Времена благоденствия некие. Некоторые люди даже не зажидаются тех времен, когда наступит наконец возможность отдохнуть, но сейчас берут от жизни все, утешая себя благоденствием и негой. Автор 70-го псалма не говорит о том, что собираясь в старости отдохнуть и наполнив житницы, есть, пить и веселиться, как безумный богач. Он просит Бога о том, чтобы довести до конца то дело, которое он начал еще в юности. Таким образом, старость и слабость не расслабляют его духовно, но дают мощную мотивацию для горячей молитвы. Да, мои старческие немощи – знак для окружающих. Враги шепчутся, что силы мои совсем оставили меня. Но ты, и тут подчеркну слово ты, которое мы даже пишем с заглавной буквы, ты твердая моя надежда. Эти слова говорят о внутренней силе, на которую способен даже старик, живущий с надеждой на Бога. Он не убегает от реальности – враги умножились, их стало много, но встречается с этой реальностью лицом к лицу, а потому не падает лицом в грязь и сам, считая уходящие дни. Но все чаще говорит о вечности и всякий день постоянно благодарит Бога. Как и автор 70-го псалма апостол Павел учит нас непоколебимой надежде на Бога. Мы, цитирую, сами в себе имели переговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых, который и избавил нас от столь близкой смерти и избавляет, и на которого надеемся, что и еще избавит. разница в том, что, согласно псалму, праведник еще не перешагнул порог смерти, а по апостолу Павлу Бог уже воскресил из мертвых Иисуса. А это значит, что, как сказано в послании к римлянам, воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела духом своим живущим в нас. Помните, мы с вами говорили об утренних, вечерних молитвах, о том, какими словами молиться, когда человек болеет. И вот, наконец, мы увидели с вами текст, который я бы порекомендовал бы всякому человеку, который входит, вошел или пребывает в пенсионном возрасте, или человек, которого сковывает немощи, и он чувствует, что дни восочтены. Перед нами примеры человека традиции, которого не могут сломать ни внешние, ни внутренние враги. Враги в виде, прежде всего, помыслов, уныния. О, сколь часто, к сожалению, сейчас доводится видеть, посещая дома, квартиры пожилых людей, что в возрасте человек себя чувствует не только оставленным совне, он сам себя бросает и запускает изнутри. Квартира превращается в сборище отходов, какие-то старые банки, пакетики, невыброшенный мусор, тараканы, грязная одежда, вонь в самом зле. Человек себя начинает сам загонять в могилу при жизни, вместо того, чтобы собрать все свои силы, постирать рубашку, поправить прическу и снова в бой до магазина и обратно. Победа я доползла. У нас есть одна женщина, сотрудница монастыря, не буду называть ее имени, такая грузная, уже в возрасте, передвигается то с палочкой и тележкой, то уже на таких ходунках о четырех колесах. И каждый раз с улыбкой, возвращаясь домой, она просит у наших батюшек только одного батюшка, благословите, чтобы домой и обратно, а я пулей, одна нога здесь, одна нога там. Я понимаю, глядя на нее, что одна нога здесь, одна нога там, в моем восприятии, там это уже там, вот в буквальном смысле там, по ту сторону этого мира. Но ее воодушевление, ее собранность является хорошим мотиватором и акселератором для тех людей, которые в форме, здоровые и крепкие, которые начинают понапрасну унывать. Сегодня пришла ко мне наисведь молодая прекрасная особа, двадцать с небольшим. Батюшка борет уныние, депрессия, жизнь мне не мила, жить не хочу, уже и травмы себе наношу. Но я думаю, ну ты, у тебя есть руки, ноги, глаза, вся жизнь у тебя впереди, ты загоняешь себя в могилу. Вот посмотри на эту старую женщину, которая борется за жизнь и своей жизненной внутренней крепостью мотивирует других. В чем разница между ними? В том, что эта пожилая женщина ходит в храм уже сто лет, вот утробы матери, а эта маленькая девчушка уверила в Бога только вчера. Она не познала цены жизни вечной, она не почувствовала вкус, она не почувствовала вот все то, что стоит за тем, что мы называем скорбями и бедами. Радость от того, когда тебе удается преодолеть все твои немощи, собрать волю в кулак и двигаться вперед и вперед. Субтитры сделал DimaTorzok